второй вопрос вопрос о пророках такая известная поговорка и она не лишена истины бог дал евреям пророков а или на философов вот действительно иначе правильно называют иудаизм религия пророков и последний пророк в иудаизме так как это написано в писании это иоанн при тече но однако само пророчество но не угасло и об этом дает обетование господь в евангелии и в деяниях мы видим упоминание об этом что пророки пророчества в новозаветной церкви они есть они существуют однако сегодня мы должны сказать что вот на сей момент мы не видим вот именно тех явных пророков которые были даже в более раннее время время скажем в ранние истории церкви вот и хотя проходят времена мы видим что что-то открывается то есть какие-то события оказывается были предсказаны вот это тихо на и с чем это связано почему пророков или нет сегодня в церкви либо они есть но мы о них не знаем и могут ли быть пророки не и среды церкви то есть вне церкви тому что вот например протерея олег стеняев когда он говорит о иерархии церкви о том как господь поставил до одних апостолов учителями пророками и так далее он говорит что это в первую очередь относится к священнослужителям вот так ли это и может ли бог избирать пророков не из среды церковной вот такой вопрос сразу с концовки во первых и среды священства как раз и не избирает вопрос сразу же отметается у них других забот хватает и сказать какие-то священники были конкретно пророками это трудно даже назвать я могу назвать только в новозаветном понимании а в новозаветном понимании пророк это не тот который предсказывает что будет ясновидящий пророк вот кому открыто прошлое пророк который знает события нас и кому открыто может быть будущее а может быть о будущем он еще не говорил даже а как тогда пророк очень даже просто я щас прочитаю несколько мест писания чтобы понять как это есть вот книга чисел 11 26 двое из мужей оставались в стане одному имя елдат а другого имя мадат но и на них почил дух с большой буквы и они пророчествовали в стане а иисус на винта когда увидал прибежал к моисею говорю там двое пророчествует запрети им то есть у него именно вот это по иерархии они не подходили а он говорит если бы и все пророчества ли я этому рад бы был но просто прочитать 11 главу серахов 25 глава 36 стих и буду я изливать учения как пророчество и оставлю в роды вечные я когда был в грузии у отца наума ночевал ну и сказал вот книги у меня они написаны в пророческом духе я никак не ожидал а то как восстала его жена восстала против да за кого вы да кто вы да что то такое тут я говорю вы хотя понимаете что это означает пророчески означает без пригляда это в первое как тебе угодно пророчески без забота о завтрашнем дне что со мной сделают вот к ней есть такой фильм иеремия военачальник совах бьет его рукояткой меча у нас сваленный лежит кое-как поднял голову так говорит господь он не может из этого выйти он может он неодержимый но у него все там откройте ворота как ворота это предатель его мало казнить ну писать войну кто-то сказал бы москву не не оборонять откройте все ворота пускай заходит неприятель ну еще бы с ним сделали то даже те которые бежали панически из москвы показывать люди останавливали их машины переворачивали их под суд и расстреливаю прям на месте потому что пораженческая позиция и проще эти люди не нужны другая обстановка но однако смысл понятен и я изливать сейчас одну секунду все здесь я буду изливать учение как пророчество и оставлю в роды вечную понимаешь вот мне есть вещи которые очень сильно нравится изливать то будет учение но как пророчество ну хорошо пророк был и римея мы договорились аварух аварух ничего не знал он только переписывал и нес пророчество и те слова которые изрекал и римея он доносил до народа и он пророком назван если мы говорим о будущем что то есть считая священное писание а беру сальими об антихристе это уже пророческий глаз если мы говорим что будет сожжен вавилон третий рим значит это пророчество а кто там ну можем перечислять толковать или то другое в 3 ездры 85 говорит ей ты бы обещала слушать и пожелала пророчествовать а тебе дано время только чтобы жить поскольку здесь я никогда не говорю перевод неправильно он правильно сделан это тебе только жить дожить а ты начал пророчествовать и голову тебя снесли меня неоднократно вызывали в тюрьме начальник тюрьмы и спрашивала что сказано вот про это я пророчества и слова ему переносил неужели вы думаете компартия уйдет уйдет даже памяти не будет будет проклятие есть такой был полежаев и он писал жрецы греха пророки тьмы и человек как от чумы от вас проклятием отпрянет и имена их презирать своих детей научит мать это полностью относится к той власти а может и к этой буду я изливать учение как пророчество дальше сирахов 39 1 только тот кто посвящает душу свою размышлению о законе всевышнего будет искать мудрости всех древних и упражняться в пророчествах не в картинках не в иконах упражняться в пророчествах выражение то какое его никто не отрицает а если не будет так как ну ты скажи а дальше обстановка может быть не так пророк уона пришел еще 40 дней и не будет разрушена еще 40 ну хоть покайтесь то не будет он этого не говорил еще 40 дней а царь говорит а может быть бог отменит давайте поститься скотина вся в речи чем посыпем три дня не младенцем никому три дня не давать есть может быть то есть он надежды никакой не дал однако бог услышал но когда тавтове умирал то сыну наказал тавит сыну своему господь предсказал что неневе погибли через иону но бог отменил но сын мой ты из нее уйди она будет разрушена и при жизни уже сына его таве неневе была разрушена и дальше книга еремея 14 14 и сказал мне господь пророки пророчествует ложной или моим я не посылал их и не давал им повеление и не говорил им они возвещают вам видение ложное и гадание и пустое и мечты сердца своего а вот теперь вот с иконы стали наблетал там город москву там у жукова все выдумка там или я ливийский гор митрополит был его и не знают был ли он вообще такой человек все абсолютно выдумывает иеремея 14 16 и народ которому они пророчествуют разбросан будет по улицам иерусалима от голода и меча и некому будет хоронить их они и жены их и сыновья их и дочери их и я с большой буквы и залью на них зло их и пророк это сказал это поэтому говорили он достоин смерти он не желает блага народу но желать я могу а его нету говорим мир мира мира нет иеремея 23 16 так говорит господь саваоф не слушайте слов пророков пророчествующих вам они обманывают вас рассказывать мечты сердца своего они от уст господних то есть он очень похоже повторял и притом неоднократно вот мы смотрим а сколько пророков было священников конкретно начинаем говорить авель был пророчестве ну да адам был пророком да златоуз горит да он был пророк пророчески назвал зверей даже поэтому смотреть можно ну и порядке а мост пас пас а вещик там и в это время к нему глаз божий иди скажу когда я только сикамору собирал иди иди господь тебя уже послал пророком то есть бог делает пророком мгновенные но где что пророчествовал давид он только проповедовал он говорил но в его трудах мы видим как он пророчествует о христе все пророчества сходились около 300 в библии говорили о пришествии христа и о его распятие а его смерти а воскресенье почти не было сказано можно было так косвенно вывести и риме 2321 я не посылал пророка всех они сами побежали я не говорил им они пророчествовали это это мы сегодня должны так посмотреть что за пророчество чем они говорят о чем пишут я эти церковные журналы называют церковные мурзилки как будто библии вообще не существует и вот сейчас там которые были и видно люди верующие ни один не сказал что и не на 7 месте а вы говорите там в иерусалиме поклоняются а наши говорят на горе горизим а господь говорит настало время истинных поклонников бог ищет и не здесь и не там но всюду почему это не отнести к тому что сейчас там разыгрывается а кто-то сидит и подсчитывает так до какой стадии но вот такое вызывает мэр но если он согласится убрать нее не согласиться и это уйта мы проверено говорить но если согласиться но согласиться значит проиграли тогда другом месте начнем они же думают но события вот как я вижу только так второе послание петра 1 20 зная прежде всего то что никакого пророчества в писании нельзя разрешить самому собою а сколько же пророчеств библия говорит с неканоническими книгами слова пророк употребляют 662 раза 662 ну-ка математик запомни а лжепророк слова 14 раз но повросят ложные пророки что лжепророк чтобы одним словом было написано это в 47 раз меньше 1 коринфянам 14 13 си 3 это главная глава в новом завете которые от нашего понимания пророчества вообще ничего не оставляешь а кто пророчествует тот говорит людям назидание увещание утешения там еще пророчества то нет он говорит людям в назидание а назидают любая учительница в школе увещание увещание пошло то все ради бога и назидание это бог дал мудрость у него только все привязка к богу идет и в утешение несмотря на какие мы есть несмотря на это мы искуплены его кровью он обязательно это подсказывает четвертый стих кто говорит на незнакомом языке тот назидает себя что пророчествует тот назидает церковь назидает не предсказывает будущее назидает назидание это означает исправление и показ лучшего чему может человек пойти и последовать вот если я открою эту главу прочитать немножко вот так павел говорит желаю чтобы все говорили языками но лучше чтобы вы пророчествовали ибо пророчествующие превосходнее того кто говорит языками разве он притом будет изъяснять так и дальше говорит чтобы ревновали о дарах старайтесь обогатить ими к назиданию церкви а как назидание допустим вот у вас церкви и кто-то начнет говорить а что к назиданию сказать себя надо настроить примерно что даже мы не можем ответить то дальше мы считаем апостол павел говорит 20 стих братья не будьте дети умом на злое будьте младенцы но по уму будьте совершенны и дальше за сердце стих но когда все пророчествует сколько пророков у нас если пророчествует значит пророк и когда все пророчествует и войдет кто не верующий или не знающий то он всеми обличается всеми судится так значит в пророчестве что обличение и человеку показывает что он погибший это уже пророчество почему а если не покаетесь все также погибете если не покаетесь гореть в огне будете это пророчество о будущем это может любой делать таким образом тайны сердца обнаруживается и он пойдет ниц поклониться богу и скажет истина с вами бог и дальше и так что же братья когда вы сходитесь и у каждого из вас есть псалом есть получение весь язык есть откровение если столкование все седа будет к назиданию дальше и пророки пусть говорят двое или трое а проще пусть рассуждают то есть за одно богослужение два или три не больше если же другом из сидящих будет откровение а первый говорит то первый молчи ибо все один за другим можете пророчествовать сколько пророков так сколько людей столько пророков чтобы всем поучаться и всем получать утешение и духи пророческие послушаю пророков потому что бог не есть бог не устроиться но мира так бывает во всех церквах у святых что же жены в вашем церквах да молчат речь о чем идет кто там пророчествовать даже мужчина только ибо не позволено им говорить об их подчинении как закон говорит прямо про истекает отсюда если же кто посчитает себя пророком 37 стих то тот да разумеет что я пишу вам ибо это заповеди господни и так братья ревнуйте о том чтобы пророчествовать то есть они нету этого право ревнуй ревнуй и бог даст тебе силу будешь пророчествовать я неоднократно привожу кое-какие моменты такие которые каким-то образом как-то и на меня вышли эти материалы я вот сейчас прочитаю хотя уже неоднократно считал так сейчас вот смотри что все мы находим то я уже об этом говорил мадмитар тарабич 1829 родился 1899 умер 70 лет жил румын в народе живущим далеко на севере вот первое кто будет попадать не южный народа выпадает в это прощество никак и считает это пророчество его появится маленький человек то есть не звание ничего нету который станет учить людей любви и сочувствию но вокруг его будет много лицемеров поэтому ему будет очень трудно то есть будет учить людей любви и сочувствию и кто из всех лицемеров узнать не захочет что такое истинная благодать но от того человека останутся мудрые книги и все сказано им слова все и позднее люди увидят что обманывали себя мне сразу написали это про вас горит говорится я буду учет нету у нас все сходится разбили тут на 12 пунктов кажется и каждый пункт поопределенно но на севере не все живут на серии ну и так дальше маленький тут говорить не надо но мне нравится изречение одного митрополита подобно тому как древнему израилю посылает господь судей и пророков кто посылает а мы знаем судьи и пророки так и в церкви своей моменты чрезвычайные он бог обычно посылает людей исключительной благодатной одаренности как бы пророков сильный духом и верою не имея официального назначения не имея эти люди самим делом выдвигается из общей массы и становятся предводителями других но это предводительство не имеет официального характера не является установленной церкви должностью то есть не священники этой шароками будут и не всегда держат на служебных рамок как и всякое пророчество она есть личный подвиг таких людей дело их личной внутренней духовной предприимчивости и ревности о боге и церкви божии митрополит серьги строгородских это тоже на меня выдвинули а я стал считать ну не знаю как но мне пришлось это вот этот путь пойти не смотреть что вокруг делают что у меня нет никакого сана а я свидетельствую и все это накладывает какую-то обязанность дра не охладеть а это охлаждение бывает тогда когда человек думает что же делал теперь все уже у меня достаточно и ну как у католиков разработано избыточные добрые дела когда у них там можно будет избежать инквизиции всякой индульгенции покупали а откуда они дела ну божья матерь сроки делали многое как это так вот мы смотрим что едва едва каждого может достать то что у него есть а господь побуждает побудил вас господь сегодня пойти высказать допустим архиерею или пойти там губернатору еще где-то тоже высшее напряжение веса рассказать о боге о вечности если не покаетесь то все погибните еще двери не закроется человек может исчезнуть не бойтесь сказать не бойтесь потерять хорошее отношение я так себе говорю а таковы сейчас все нигде не говорит я говорю больше чем раньше 30 почти 7000 сегодня у меня будет подписчиков 37 это не дни 7 и 35 миллионов просмотров это тоже 15300 роликов раньше вы как-то в газетах выступали в газету выступали кто там брал читал нет но я говорю о миллионах и у нас часто раза работают мои вопросы обрабатывать приходится под определенной такой марки там составляет как бы бывшие раньше вопросы а их ни хуже немало я отвечаю на 4124 это долгосрочная программа один было занялся стихами но некогда ему и стихи 3467 а там в пророческом духе сплошь и рядом да как бы еще пророк нет конечно не пророк а порог как говорит прозорливый да 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 я прожорливый ну что тут сказать вот так если говорить а вы видите еще вперед я вижу абсолютно точно что христос придет судить мир и все воспринут воспрянут из земли восстанут и что царствовать антихриста три с половиной года его национальность еврей из колена данного и возникнет юрсалимском храме это пророчество любой скажет же но все тогда бы сошлось а как это вам открыто нет пророки которые пророчествовали они многое повторяли друг от друга а то брали и особенно суровы были когда людей священники не учат а что есть среды священников но кроме языки или окажется я не знаю кто там еще был вот если засчитать за пророка аарона я не знаю какие пророчества тем более он этого золотого тельца помог слить его бог пощадил то ради моисея раба божия но такое на сегодняшний день пророчество много и всех христиане уверен что во христа говорящие о будущем о настоящем и прошедшем это самые настоящие пророки но ты только если это от бога ты в это веришь тогда можешь говорить а не так что сегодня так а зато другое прочитал толкование и не торопись узнай это знание которое бог даст тебе превращенное в знание она послужит спасение тебе и слушающим тебя в возникает себя и в учении заниматься с ним постоянно а кто последние пророки ну вот вы сказали ан креститель это мусульмане любят а кто последний пророк все во всех беседах а у вас библии написано там горы что последний иисус сказал что будет после меня последний пророк мухаммад его слушайте я говорю а такого я не считал нет там написано как недавно одна в середиками позналась верующие помогали и все как с ума сошла ветхий завет там жестокость это не от бога такие хулы стала говорить я ролик выставил на днях вот только он только выставил там посмотришь как я разговариваю что камни разбросаны по всем переулкам святилища камни святилища вот там но это меня по почкам понесла я это выставил и и там что говорю на притом детей и и там опозорил дети бесплатно были это и крайне неблагодарный человек крайне неблагодарный а вот это по вашим тюремам я бы рассказал ее биографию это тюремную ну я зачем это буду делать мне это не надо во первых из тюремной биографии я многое беру хорошего что видел где-то не упрекают не знают что это высшая награда моя но они вообще ничего не знают а дети дети как в один момент где нет есть такой чтобы детей унизить конечно нет а как а как же говорит не без бога без бога человек с еретиками спознался все еретическое церковь не ходит теперь ну ничего не готовилась к крещению какой тебе крещение тебя отлучать надо вот так вот и так я поговорил ничего не скрыл а были отношения хорошие там господь помогал и через нас мгновенно как будто никогда не было но людей портятся того что много не помогают ну просто к смех слову сказать что надо быть благодарным и помнить свою биографию я своей биографии ничего не утаил для слова божия нет устам все описал а тут другое пишут когда человек судился где кого ножом пырнул который нападает а на меня а я знаю биографию их и думаю рта бы не раскрыл при любоде и по чужим женам лазил теперь еретик и он выступает но бог допустил это жребий мог пасть на тебя могу ли я его судить а только могу молиться господи когда человек умрет череп один останется мы на череп посмотрим а это череп фараона перед ним тысячи людей были лежит сталин где-то сгнил гитлер неизвестно и что теперь черепом разговаривать и это же ему как да никак вот когда смотришь это интервью с дьяволом это сильно поставлено и что для тебя самое страшное говорит он что он придет тот который меня оттуда все пошло не так как мы думали но сбросили его на землю то сколько вас много за ухмылялся тысячи на тысячи вот так много вы даже не подозреваете это очень хорошо люди знали писание такую кандидатуру найти вот особенно как он нижней губой закрывается я уже на раз десять смотрел кому показываю попутно сам и вот я смотрю сейчас на него самая похожая фигура это вот невзоров но бог его знает как но только дела делает он такие против церкви воюет отвратительные просто но говорит и то к чему надо прислушаться попутно он мне скажет а в пророки записал ты любую книгу у меня возьми любое стихотворение оно написано в пророческом духе никому не под никому не подражал никому не угождал говорил как есть писала блестительные письма всем патриархам всем генеральным секретарям и в ООН ну то есть был кто делал то вы этого не можете делать почему ушли секретари их нету а партия она держала власть а я писал а тут вызывали в горком партии в крайком партии у меня другая биографию повторить никак нельзя как биографию солженицына никак потому что нет войны и нобелевскую никто не даст ее нельзя повторить и моя даже такая скудная как бы ее тоже нельзя повторить во многом нельзя надо вот сейчас выставляю вопросы ответы на что другой бы не ответил ответить так я никто и вы так уверена абсолютно и не потому что как я услышал один горит я книги и издавал говорит но никто их не берет я тогда подумал надо писать так чтобы ты знал что то самые лучшие книги и у меня грит сразу все пошло а я абсолютно точно знаю у меня нет образования гуманитарного никакого и перед тем как разговаривать с вами я уже вчера молился сегодня разговаривать час виталий там ждет там семенов вячеслав я молюсь и молюсь вот поехал за шахматов в иерусалим а я всех предупреждаю молитесь о нем чтобы он не погиб молитесь а почему не знаю и он как клоун везде там рези там вот такой вот но я к нему прилип прилип у него есть что-то я до конца не пойму что у него есть как говорят харизма какая-то и я его призоглашаю прийти он я как бы чувствую какая-то боль у него внутри это боль как бы мне передается я не могу это объяснить что он нуждается во мне и он этого не знает я написал ему большое письмо ему передали уже уже два раза он получил что приезжал потеряевку хотя бы три месяца пожил он везде сколько тысяч имен записали он там считать в иордане купался сфотографировался а сам с папиросами вышел опять закурил и дело-то и даже не папироса дело в том что он на христе не знает я ему к встрече приготовил места писания он 0 внимания никакого совершенно то есть он совершенно чужой человек а вот внутри у него что-то есть такое вот я как называю как душа моя как прикипела к его другого на молитве я его не вспоминаю я каждый день молюсь о нем взорами каждый день много лет дня не было чтобы я не молился и вот там по горам ходит один еврей вина поет симон там песни составляет как видишь фильм а то другое я один раз только посмотрел чем же он занимается и тот и другой шахтука в конце всегда помогите следующий ролик сделать помогите везде счет выставлен один одинаково все детства не нужны деньги я того сразу взял на абордаш и стал молиться а невзоров никогда денег не просит он и верет уроки атеизма тысячи людей отравляет а я его помню каждый день молюсь а герман и сервик его ежедневно а изобретатели телефона мартини лютер ежедневно изобретатели интернета тим бернерст или ежедневно кто поисковик составил тимофей х и его как каждый день поминаю а почему я не могу ответить они люди вот я бы я не могу так с одной и хорошие то есть это хорошая засыпана задавлена совершенно не туда идут не считаете мафея х в этой связке вот и все я очень хотел бы если тебе знакома андрея кураева как-то бы передать ему что я его зову с 10 июня по 10 октября у него со здоровьем никудышно он вообще разлепешился вот такой сидит чтобы он у меня там пожил будет купаться вместе с ним буду я ей займусь я с него эту требуху то раскидаю килограмм шестьдесят пять я его сниму я тебе точно говорю только со мной чтобы он дал от меня не на шаг пить есть вместе молиться вместе вставать вместе это все посильно раз я живой ты живой он же помоложе меня а мне 10 июня уже одиннадцатого пойду на девятый десяток никогда не думал что я буду до семидесяти лет хотя бы жить а все еще раз спрашиваете что-то из америки или откуда но вы скажите откуда у вас столько энергии вот мы тут рассуждаем в америке откуда у вас столько энергии я говорю я никогда об этом не думаю и таблетки ни одной не сели нет но на душе то бывает что то там ну бывает так я сразу лезу на голубяки с голубями поговорю послушаю как воркуют в окно смотрю как они голуби они это особое творение голубь что там говорить как шарик коты и слоны что сравнивать то вот только одна птица которая определяет состояние человека люди еще не все знают это вот у нас в алтайской правде большая статья была голуби у злого человека не живут не водятся а у меня три голубяки да еще и в доме держу когда приезжаю на новый год сразу с разрешения Володи и сто дней держу а потом отпускаю ну вот так а вы видите дальше что будет с потеряевкой вот вы с батечкой умрете все рассыпется не знаю мнение открыто я только знаю что в руке божией будет никто не похитит главная задача быть верным богу да и потеряевка еще там говоря она не растет страна не растет по миллиону больше убывает каждый год до 120 миллионов абортов за перестройку что спрашивать то путин виноват вам будет вам подолы ниже опускать нет конечно надо за собой смотреть как-то на меня ну были такие собрались я им сказал давайте кто недовольный мной собирайтесь рядом люди изберитесь секретаря там председателя обвинителя ну давайте отец геннадий все повторил говорит они не знают после этого куда бежать чистой бумагой вас спасает ваша безупречность это его слова я тоже поместил ну как не знаю но господь благословляет у тебя сегодня два часа кажется 13 минут и вот с этого момента я едва и раз почта разбираюсь сколько людей новые и не просто перед витриной прошли а их счетчик зафиксировал там пять миллионов нет у меня не много 36 36 37 тысяч подписчиков это совсем мало но и в то же время это тысяч которым на стол поступает эта информация я еще не сказал вот эти которые нападают на разных там друг на друга там еще есть георгий максимов тому разницы нет кого кусать совершенно нет и про меня там каждый из них про меня ролик составил там сказал не знаю совершенно но меня они не трогают по сегодняшний день то есть они нападают выставляют там ролики на студии там Дудин там еще один там сидит Самсонов Алексей из Америки там один пристал к ним но дальше этого не идет а Новопашин тут большую роль играет это Новосибирске то и они туда материал отослали а Дудин спрашивает ну и что молчит ну так еще раз да я еще раз написал почему Лапкина то не трепет это опять не отвечает ну почему наконец отметили почему да все некогда так третий год уже идет это тоже что то значит а что это значит покров Божий Господь знает что те которые сильные им Бог дал но я слабый мне Бог не дает такого а как реагировать будете никак потому что у меня слишком много виноградники посажены и поэтому мне некогда за ограду заглядывать а мне надо плоды собирать кормить людей все спасибо спасибо господь Я не лукавлю и не подыскиваюсь С Богом Аминь, спаси Христос Летом приглашение остается в силе за вами Выберите время Если приедете здесь Побудете, походим, погуляем В июле тут ягоды будут Просто можно отдохнуть И покупать, и порыбачить Ну и конечно, главное Наши беседы, насладиться беседами Будем молиться Как один тут писал, говорит А вы разве не слышали, Лапкин-то умер Умер, я столько лет хотел встретить А другой говорит, да он живее всех живых Ну тогда ладно, еще успею Это точно Ну ладно, отошел Аллилуйя